всем привет с вами тимофей карманских и сегодня я расскажу вам о том как перестать простужаться вообще как сделать так чтобы не реагировать на сквозняки на холодную погоду на промоченные ноги на ледяные напитки и так далее сразу вас предупрежу что здесь не будет каких-то эликсиров отваров рецептов и так далее так что если вы за этим то лучше сразу переключайтесь подход принципиально иной будем ломать стереотипы и шаблоны информация необычная поэтому нервных просят не смотреть чтобы доказать эффективность данного метода я всю зиму ходил в футболке на короткие расстояния по 5-10 минут минимальная температура достигала минус 24 градусов сильным ветром я не скажу что это подвиг но вообще что-то героическое в этом есть я ни разу не простыл даже насморка не было при этом я такой же как вы я абсолютно не закаленный никогда не закаливался не обливался холодной водой даже на улицу без шарфа не выходил мне постоянно была зябка и вообще люблю горячий чай комфорт и ванну с пеной короче скликосовский короче что нам говорит классическая теория простуды простуда это охлаждение организма либо частей организма являющиеся причиной разных заболеваний и так далее по тексту то есть ничего конкретного никаких конкретных механизмов в общем и целом все сводится к тому что холодовое воздействие сужает сосуды гасит наш иммунитет и в результате злобные бактерии активизируются и начинается воспаление гениально конечно это не так просто другого логического объяснения нет вернее она есть но крайне невыгодно чтобы люди о нем узнали ведь тогда сократятся продажи противопростудных средств антибиотиков прививок и так далее а это огромные деньги фарм бизнес один из самых выгодных в мире и крайне выгодно держать людей в неведении вот так вот лавешка мутится если все дело в охлаждении то задумайтесь почему у людей никогда не болит горло после трех или пяти литров ледяного пива или множество коктейлей со льдом но часто горло реагирует на прохладную воду прохладное молоко или на сквозняк при температуре воздуха плюс 20 градусов или какая связь между промоченными ногами и циститом у меня вопросы те же и у меня у меня была собака бультерьер шерсти почти нет живот вообще голый спит строго под одеялом я помню гулял с ней по сугробам часами на животе уже образовывались сосульки но воспаление никогда никаких не было ни разу так происходит потому что само по себе снижение температуры тела ни на что не влияет все дело в нашем отношении к тому что на нас дует что мы пьем к обстановке в которой мы находимся ну кому придет в голову пить теплое пиво а она не может быть теплым она должна быть холодным в этом его фишка низкую температуру алкогольных напитков человек воспринимает как благо это для него хорошо а не плохо а теплый коктейль или теплая водка это же нонсенс даже звучит противно как известно нас травмирует не сам факт а отношение к этому факту вспомните как вы относитесь к холоду животные например воспринимают холод абсолютно нормально и не думают о последствиях также как человек воспринимает ледяное пиво например а вы любите холод нет и я тоже не люблю и никто не любит но точно так же все мы не любим мух и комаров но простуду они почему-то не вызывают поэтому дело здесь не в том что мы любим или не любим в организме человека также как и животных никакие простуды просто так не возникают никакие клетки просто так не делятся и не разрушаются если в данный момент идет какое-то воспаление или рост клеток в виде опухоли это значит что в данный момент организму это для чего-то нужно это значит что в этом есть какой-то биологический смысл какой же смысл может быть в простуде спросите вы а он есть горло трахея бронхи и легкие обеспечивают нас кислородом это самая важная субстанция для нашего выживания гораздо важнее чем вода или пища без нее мы умрем за считанные минуты поэтому если есть какая-то стрессовая ситуация сопровождается страхом с нашей стороны за свою жизнь за свою территорию за свое здоровье то этот стресс запускает процесс на этих тканях если человек пугается чувствует страх то организм видит что ситуация опасная чтобы увеличить наши шансы на выживание он просто пытается помочь нам справиться с этой ситуацией наш организм начинает уничтожать клетки слизистой горла трахеи и бронхов чтобы нам было легче вдыхать и мы могли получить больше кислорода понятно что через широкую трубку воздуха в единицу времени пройдет больше чем через узкую поэтому наш организм просто начинает расширять трубку через которую мы дышим чтобы мы могли получать больше воздуха значит больше кислорода а значит проще могли справиться с этой опасной ситуации четко но как только опасная ситуация заканчивается как только испуг и страх проходит наш организм начинает возвращать наши ткани в исходное состояние начинает делить наращивать клетки горло трахеи и бронхов а для этого нужна вода кровь строительные материалы в виде белков и жиров слизистая распухает краснеет появляется боль появляются симптомы и именно эту фазу мы и регистрируем как простуду или воспаление потом появляется кашель чтобы избавить нас от слизи можно сказать организм избавляется от различного мусора оставшегося в результате ремонта еще раз пока мы в стрессе симптомов нет но когда наступает фаза выздоровления появляются симптомы и вот тогда тебе про хочу лечиться и думаю русский врач здесь не поможет но что такое фаза выздоровления это рост новых клеток и невозможно ускорить рост клеток так называемыми противопростудными препаратами типа парацетамола или антибиотиков до чая с малиной будет больше пользы поэтому справедливо всем известная фраза если простуду лечить она проходит за 7 дней а если не лечить то за неделю например есть такой исторический факт что до 1943 года во время великой отечественной войны люди очень мало болели то есть симптомов не было потому что все были в активной фазе конфликта все были в стрессе был страх люди были напуганы а когда стало понятно что мы перешли в решительное наступление что мы скорее всего одержим победу люди перешли в фазу выздоровления у многих появились симптомы и люди как бы начали массово болеть теперь представьте себе человека который мерзнет на улице или он сидит под кондиционером или он пьет холодную воду или он промочил ноги суть одна и та же этот человек воспринимает холод как агрессора на себя а свое тело как свою территорию которая угрожает враг в виде холода человек пугается он испытывает страх причем часто даже этого не осознает это подсознательное явление но откуда берутся эти подсознательные страхи конечно из детства вспомните ведь нам с детства вдалбливали в голову не выходи на улицу раздетым одевайся теплее на улице холодно надень шапку надень шарф застигни куртку не мочи ноги а то подхватишь воспаление легких заболеешь простудой подхватишь менингит остановитесь в общем в ребенка вдалбливают что холод это опасно от него надо обязательно защищаться иначе будет плохо но раз есть опасность то запускается механизм спасения а когда опасность проходит например человек зашел в теплое помещение и расслабился наступает фаза выздоровления и появляются симптомы и чтобы перестать простужаться нам надо сделать одну простую вещь перестать воспринимать холод как агрессора на себя перестать пугаться перестать бояться тогда и механизм спасения не будет запускаться тогда и фазы выздоровления не будет тогда и симптомов не будет смекаешь что я делал перед выходом на улицу я вставал и спокойно себе повторял что мое 70 килограммовое тело не может за 10 минут охладиться холодным воздухом что внутри меня 5 литров теплой крови и они не могут за 10 минут охладиться холодным воздухом что природа мне не враг что не нужно от нее защищаться затем я выходил на улицу естественно сразу же начинал замерзать но я не пытался защититься от этого холода я замерзал и старался наслаждаться процессом замерзания при этом удерживал мысль что скоро я зайду в помещение и что опасности никакой нет с непривычки физически было ну очень неприятно ледяной ветер реально обжигает кожу у меня замерзали уши коченели пальцы да это жестко и как я уже говорил простуды ни разу не было но я дважды просыпался с першением в горле после того как засыпал с приоткрытым окном почему так потому что засыпая у меня была мысль мысль да мысль они прикрыть ли мне окно то есть я все-таки хоть чуть-чуть но думал о том чтобы себя защитить но я быстро осознал что происходит начал думать в правильном направлении и это не дало запуститься процессу это невероятно если все же у вас уже появились симптомы это значит что вы уже находитесь в стадии выздоровления от конфликта территориальной угрозы или испуга в этот момент нужно постараться понять что это был за стресс найти его постараться убедить себя что стресс завершён что ситуация завершена что опасности больше нет что конфликт больше не повторится а параллельно можно ускорить фазу выздоровления как это для ускорения фазы выздоровления отлично подходят любые способы нагревания организма идеальный вариант это теплая ванна солью 0 9 процентный раствора обычной соли из магазина за 15 рублей также подходит баня сауна постановка банок на спину постановка банок на грудь и конечно побольше белка в рацион ведь это основной строительный материал для наших клеток и наши клетки особенно в нем нуждаются в фазу выздоровления поэтому кушайте кушайте ну что теперь вы в курсе как это работает если вы убедитесь в этом сами то это реально может изменить ваше представление о простуде и о болезнях как таковых это сделает вашу жизнь приятнее и проще если узнали для себя что-то полезное ставьте палец вверх благодарю вас за внимание будьте здоровы из москов